Морозное январское утро 1944 года. На площади рядом с Полоцкой тюрьмой, по снегу, спотыкаясь, идет босая женщина, седая. В ней невозможно узнать 17-летнюю девушку. Звучит выстрел, и она падает на взничь. Спустя 10 лет имя расстрелянной стало известным во всем Советском Союзе. Тремя годами ранее сестры Портновы на Ленинградском вокзале попрощались с родителями и уехали на летние каникулы в Беларусь. Сначала планировали погостить у тети Волковыске, а потом поехать и к бабушке в Витебскую область. Гале было 8 лет, а Зине – 15. Увидеть маму и папу снова суждено было только одной из девочек. Мартын Портнов переехал в Ленинград из деревни Станиславово, что в Витебской области. Трудился на Кировском заводе, женился на землячке Анне Исаковне Яблоновой. Познакомился с ней на железнодорожной станции «Оболь» и сразу же сделал ей предложение. Через 10 дней фашистская Германия напала на Советский Союз. Власти Волковыска организовали эвакуацию мирных жителей. Сестры Портновы на первый поезд не попали. И это спасло им жизнь. Поезд разбомбили. На втором они добрались до Витебска, купили билет до Ленинграда, но уехать уже не смогли. Город оккупировали. Тетя девочек Ирина решила вместе с Галей Зиной и своими детьми отправиться к матери в поселок «Оболь» Витебской области. 8 июля 1941 года нацистские войска пришли в Шумилино. Начались карательные операции. Местом дислокации оккупанты выбрали «Оболь» – важный автомобильный и железнодорожный узел. К тому же в населенном пункте работали кирпичные, торфабрикетные и льнозаводы. В 20 километрах от поселка, за Западной Двиной, действовали 16 партизанских бригад. И вскоре школьники начали помогать народным мстителям. Подпольная организация усникла по инициативе Сиротинского райкама партии и Сиротинского райкама ЛКСМ-Б. У склад подпольных уходили юнаки, девчата, юнаки с городского поселка «Оболь», весок Зуи, мастища, фермы и ушалы. По некоторых севесках уходило в склад подпольных до 40 человек. Ну, еще называется больше конкретная лечба – 38. Было ядро в этой подпольной организации, якое складалось с 9 человек. Возглавила отряд Ефросинья Зинькова. До войны она работала на швейной фабрике «Знамя индустриализации». Как лучшую работницу ее направили учиться в швейный техникум. Зинькова его не закончила. Началась война. Однажды неподалеку от родного села Ефросинья Зинькова и ее подруга Валентина Шашкова нашли раненого красноармейца. Они привели его домой и попытались выходить, но сосед донес об этом немцам. На глазах молодых девушек бойца привязали к телеге и протащили по дороге. После увиденного Ефросинья и Валентина твердо решили – будут сражаться с нацистами. Юные подпольщики распространяли листовки, собирали информацию. Вчерашние школьники держали связь с партизанским отрядом имени Ворошилова, а те – с большой землей. Николай Алексеев был самый старший в группе. Ему на момент середины периода оккупации было 23 года. Увидел во время своей смены, что на станцию прибыл новый эшелон с авиабомбами. Он смог отлучиться и принести мину. Установил эту мину с часовым механизмом. С расчетом, что когда у него закончится смена, а эшелон уйдет, он взорвется где-нибудь в пути. К концу смены Николая, когда он уже ушел, на станции оказалось три эшелона. Программерный взрыв. Было очень много разрушений, уничтожены три эшелона. Подпольщикам удалось узнать, что на станции находятся четыре эшелона с танками. Сведения были своевременно переданы в центр. Авиация Красной Армии уничтожила эту технику. В Жнивне 1942 года одна из подпольщиц, которая работала у комендатуры, взорвала водокачку. Что было вельми важно. Одинадцать эшелонов, неколький дён, были на станции. На станции не могли заправиться водой. И немцам пришлось носить воду ведрами. Но завод не только был взорванный, но и была изнищена вся продукция, которая имела так само военное значение, приклад на две тысячи тонн льна волокна. Диверсия была проведена так само на торфозаводе, где были выведены со строя три машины и экскаватор. Юные мстители совершили 22 диверсии. И каждый раз рисковали своей жизнью. Самая, наверное, опасная должность была у Нины Азолиной, у комсомолки, которая работала в комендатуре немецкой. Она там работала переписчиком, секретарём. И, наверное, она там работала достаточно долго. Именно этого ей, по сути, не смогли простить, когда арестовали. То есть её пытали, наверное, более жестоко, чем всех. В силу возраста всё-таки дети, подростки ещё не сильно понимали, насколько это серьёзно. С одной стороны, это была такая вот игра. Но с другой стороны, эти ребята были воспитаны так, что они были воспитаны на героя гражданской войны. Многие из них, по сути дела, даже завидовали своим отцам, которые успели повоевать. И мечтали проявить себя, мечтали доказать, что они достойны. Удача подпольщикам сопутствовала не всегда. Были и погибшие. При разных обстоятельствах не стало 14 человек. Первые загинули, да, сёстры Лузгины. И они загинули у Жнивни. Были расстреляны у Жнивни 1942 года. Подчас выбыску у них, у хати, нашли червоноармейскую форму. Подпольщики допомогали воинам червонной армии, которые трапили в окружении, добраться до партизан. И вот засталась форма, и по этой форме их, конечно, пытали. Хотели доведаться, кто, где подполье, про партизан. Самым младшим членом организации «Юных мстителей» была Зина Портнова. Пионерку приняли в комсомол, что во время войны уже само по себе подвиг. У неё был романтичный псевдоним «Ромашка». Однажды подпольщикам поручили взорвать немецкий поезд. Но фитиль перегорел. Тогда Зина выхватила папиросы у партизана и снова подожгла фитиль. Всё это происходило на глазах у машиниста. Он стрелял в подпольщицу. Тогда ей удалось выжить. Неподалёку от оболи находилась офицерская немецкая школа. Зина устроилась на работу в столовую помощницей-посудомойкой. Однажды Зине удалось улучшить момент, и она всё-таки подсыпала в кастрюлю с супом, как говорят, источники крысиного яда. Так или иначе, так или иначе, гитлеровские солдаты пострадали. Источники разнятся. Раньше речь шла о ста гитлеровцах. Но в записях партизанских отмечено, что диверсия не очень удалась. Есть сведения, что отравили 24 человека. То есть не смертельно, но их отравили. Повар был немцем. С него сразу сняли подозрение. Зине пришлось нелегко. Гитлеровцы предложили ей тоже попробовать этот суп. Отпираться было некуда, потому что иначе стало бы сразу понятно, что это сделала она. Она суп попробовала, несколько ложек, потом её отпустили, потому что, как говорят, источники гитлеровца, переключились на других работников столовой. Существует несколько версий того, почему Зина осталась жива после такого ядовитого угощения. Одни считают, что она получила маленькую дозу яда. Другие, что девушку выходила бабушка. Мол, она была травницей и применила все свои знания народной медицины. Диверсия в столовой была последней каплей. Стало понятно, оставаться Зинаиде нельзя. Она ушла в партизанский отряд имени Клима Ворошилова. Там уже была её младшая сестра Галина. В конце лета 43-го года в связи со внедрением в работу этой подпольной организации провокатора, предателя Гречухина, немцы провели сразу масштабную операцию по аресту подпольщиков. Остались на свободе только Зинаида Портнова, из тех, кто входил в штаб, в организации, потому что она в тот момент находилась в партизанском отряде. Осталась на свободе Ефросинья Зинькова, потому что именно в этот момент она возвращалась в задание в Полоцке. И ещё один член группы. В декабре 43-го Зинаида отправилась в деревню на разведку. Нужно было узнать, остался ли кто-то из юных мстителей в живых. Это была дорога в один конец. Как вспоминала её младшая сестрёнка Галя, она уходила на три дня. То есть один день они идут, один выполняют задание, один возвращаются. Поэтому в тот раз тоже уходя, она сказала, Галка, через три дня вернусь. У неё были документы, которые, как всем казалось, не вызывали вопросов. Толкнулась с местными полицейскими, те документы посмотрели и вроде даже как бы признали их подлинными. Но тут их всех увидела, как говорят источники, родственница местного полицейского Анна Храповицкая. Она сказала, что же вы стоите, когда у вас по деревне партизанка идёт. Зинаиду отвезли в гестапо в деревню Горяны. Окупанты хотели выбить сведения о партизанах и подпольщиках. Перебили руки, им орили голодом и подвешивали вниз головой. И много чего ещё. Но она ничего не говорила. А тогда, тогда решили, что нужно сменить тактику. Появился в гестапо в Горянах немецкий офицер Краузе, и он попробовал изменить тактику допросов, попробовал использовать уже метод пряника, попробовал подкупить Зинаиду. Предатель Михаил Гречухин рассказал Краузе всё, что знал о Зинаиде. Например, то, что она из Ленинграда. Немецкий офицер говорил, что город под контролем немцев. И если она признается, то отправится к родителям. Зинаида знала правду о блокаде Ленинграда. И никого не выдала. И это перемежалось с угрозами. И вот один из таких моментов, это он достал ей пистолет и стал угрожать. И в какой-то момент положил этот пистолет на стол, отвлёкшись на что-то происходившее на улице. Машина там проезжала или что. Но Зина Портнова, она была очень такая девушка активная, быстрая. Она схватила этот пистолет, быстро его застрелила, застрелила двух вбежавших ещё немецких солдат, выскочила в окно и попробовала добежать до реки и скрыться. Зинаиду ранили в ногу, потом отправили в Полоцкую тюрьму. И там уже пытали не для того, чтобы выведать сведения, а просто для того, чтобы истязать. Резали, отрезали частями уши. На последнем допросе, судя по источникам, то ли выдавили, то ли выкололи ей глаза. То есть мучили очень долго. Это было уже в Полоцкой тюрьме. И в январе, к моменту своей гибели, она уже была абсолютно посидевшая. С подпольщиков, в принципе, она была отпорщиной, кого немцы катовали и расстреляли. Потому что уже после ЕЕ подпольщики совершили партизанский отряд. Не только имя Ворошилова, и иншие партизанские отряды. И трое из них загинули уже подчас бою с карниками. В партизанском отряде Зину так и не дождалась младшая сестра Галина. Ее отправили на Большую землю, в детский дом. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы не одна деталь. Зинаида заставила маленькую Галю выучить адрес дома в Ленинграде, Балтийская, 24. Галина уговорила директора детского дома написать письмо. И за девочкой приехал папа. В те дни, когда был разгром организации, Зинаида смогла из партизанского отряда написать письмо родителям в Ленинград. И родители его получили где-то через два года. А следом, через три дня после того, как им пришло это письмо, что девочке в партизанском отряде, пришло извещение от командира партизанского отряда с благодарностью за дочь. И с сожалением о том, что она погибла в борьбе против нацистских захватчиков. О подвиге Зинаиды Портновой узнали лишь спустя 10 лет после победы. Историю героини рассказал журналист Владимир Хазанский. Владимир Хазанский родился в 1923 году в Витебской области. После начала войны семья эвакуировалась в Свердловскую область. Из-за тяжелого материального положения бросил учебу на факультете журналистики Уральского государственного университета. Работал монтажником и грузчиком. В 1942-м восстановился в учебном учреждении и после получения диплома вернулся в Беларусь. Был принят в штат издание «Червоная измена». Журналист Владимир Хазанский узнал, собственно, он познакомился на одной из конференций с бывшим комиссаром партизанского отряда имени Ворошилова Маркьяновым. И от него он услышал историю, что у отряда была в облеподпольная организация, в которой состояли фактически дети, подростки и юноши, девушки, достаточно молодые, которые при этом успели совершить очень много подвигов. Очерк «Это было под Витебском» стал сенсацией. Информацию начали проверять надзорные органы. Нашлись не только документальные доказательства. Были и живые свидетели. Ефросинья Зинькова, бывший комиссар партизанского отряда Борис Маркьянов. И, конечно, Галина Портнова после замужества Мартынова. Она, наконец, смогла рассказать о жизни своей сестры-героини. Та ее очень любила, о том, что та была очень добрая, очень заботливая сестра. При этом Галина вспоминала очень важно, что Зина очень любила танцевать. Она была отличницей, она очень активно участвовала в общественной жизни школы, была старостой класса. Она очень любила учиться, устраивала для малышей кукольный театр. Время-то отмечала, что она была достаточно при этом, не сказать, что состенчивая, но, наверное, какая-то скромная, при этом спокойная. То есть мало кто из ее близких мог предположить, что девочка окажется способной на такие подвиги, которые она совершила во время войны, защищая Родину. 1 июля 1958 года указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Награда нашла своего героя, а наказание – предателя. Михаил Горячухин после войны работал в школе и даже стал директором. Тогда можно было списать на то, что документы утеряны при бомбежке, документы утеряны в армии, документы утеряны при выходе из окружения и так далее. Он себе подправил немного биографию. И ему выдали справку, что у него был диплом об окончании Могилевского эпидинститута. И что он сдал его на хранение командованию. Документы сгорели ему, выдали справку. Он таким образом смог этот диплом, которого не существовало, восстановить. Его нашли только после того, как собственная история обольского подполья стала известна. И привезли его, значит, его арестовали по месту работы, привезли его на родину и судили Витебским областным судом. Его приговорили к длительному тюремному заключению. Дальше уже сказать ничего не можем. В детстве Зина Портнова занималась танцами, хотела стать балериной. Война отняла у нее сначала мечту, а потом и жизнь. Именем хрупкой, но смелой девушки названы улицы и школы. Она стала прототипом персонажей фильмов и спектаклей. Зинаида Портнова не дожила всего месяц до 18-летия, но сделала так много хорошего, что хватило бы на несколько жизней. Субтитры создавал DimaTorzok